Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 8 февраля, Православная Церковь совершает память Святого Благоверного Давида, Царя Иверии Абхазии. Святой Благоверный Давид Возобновитель, Царь Иверии и Абхазии, в современных изданиях Давид Четвертый Строитель, выдающийся государственный, культурный и церковный деятель Грузии. Был воспитан своим духовником, преподобным Арсением и Калтойским, известным богословом и ученым-энциклопедистом. Наименование Возобновитель дал Святому Царю Давиду грузинский народ за его великие труды по восстановлению Грузии и укреплению Грузинской Православной Церкви. Грузия, безжалостно опустошенная турками, страдавшая от междоусобиц под скипетром Давида Возобновителя, объединилась в сильное централизованное государство. Грузинская Церковь, в процветании которой царь видел залог незыблемости и единства государства, являлась предметом его особого попечения. Святой Давид отличался глубоким благочестием, свято чтил церковные каноны и своей властью охранял их и утверждал. По инициативе Святого Давида Возобновителя в 1103 году был созван Церковный Собор в Руисе, постановления которого содействовали укреплению канонической жизни Церкви и утверждению церковного благочиния. Человек высокообразованный, Святой Давид, поощрял развитие наук. Он основал Геладскую и Икалтойскую Академию в царствовании Святого Давида Возобновителя. В Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. Много забот уделял благоверный царь благосостоянию и процветанию грузинских обителей в Палестине и Синае, Антиохии и на Святой горе Афон. Когда Святой Давид решил воздвигнуть храм во имя великомученика Георгия, к помощи которого он постоянно прибегал в своих освободительных битвах, то Святой Георгий явился ему в видении и указал место постройки храма. Понимая миротворчество как осуществление заповедей Господней, царь Давид примирил кипчакского хана Атрака с осетинами и водворил мир в Дарьяльском ущелье. В 1123 году, незадолго до кончины, благоверный царь освободил Армению от турецкого засилья. Он повелел вновь осветить храмы, превращенные турками в мечети. По преданию, когда царь подошел в одном из храмов ко гробу своей бабки, супруги армянского царя Гагика I, и сказал «Радуйся, царица, Бог избавил храм твой от Агарин», внезапно послышался глаз «Богу благодарение». Забота царя Давида о воссоединении с армянской церковью выразилась в созыве церковного собора в городе Они, на котором часть армянских епископов-монафизитов склонилась к принятию православия. Однако в целом собор не привел к желаемым результатам. Патриотические подвиги святого Давида не мешали ему совершать подвиг духовный. С юных лет святой имел основу при мудрости страх Божий, побуждавший его к добрым делам и намерениям. Любимым занятием святого Давида было чтение священного писания. О его высокой духовности свидетельствует составленный им покаянный канон, состоящий из девяти скорбных и умилительных песен. Почувствовав приближение смерти, святой царь Давид составил духовное завещание, в котором, передавая управление страной, своему сыну Дмитрию, писал «Ныне промыслом правосудного Бога отзываюсь я, а на царство наследственное призывается он. Все совершил я силой чеснага животворящего древа, и ему вручаю это осчастливившее меня знамение». Причастившись святых тайн, со словословием на устах, он предал свою душу Господу на 53-м году жизни в субботу 24 января по старому стилю 1125 года. Царь был погребен в Геладском монастыре при входе в привратную церковь. Спустя некоторое время мощи его, прославленные знамениями милости Божьей, были перенесены под престол соборного храма. В конце XIII века святой царь Давид Возобновитель был прославлен. Тогда же ему была составлена служба. Память его совершается 26 января по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии, сыновей их Аркадия и Иоанна, преподобного Ксенофонта Рабейского, мучеников Аннани Пресвитера, Петра Темничного Стража и с ними семи воинов, преподобного Симеона Ветхова, совершается празднование в честь перенесения мощей, преподобного Феодора Игумена Студийского. Святителя Иосифа, архиепископа Солунского, мученика Иоанна Попова, всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечное тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова